Ухоженные площадки для прогулок, прекрасный светник, сотрудники Армавирского реабилитационного центра с порога окружают детей и родителей атмосферой доброты и комфорта. Это смогли оценить студенты медицинского колледжа и коллеги, которые приехали за опытом из Мостовского района. День открытых дверей также адресован родителям, чьи дети нуждаются в особенной помощи психологов, дефектологов, социальных педагогов. Ежегодно в реабилитационном центре получают помощь 420 детей со всего края. Есть такое учреждение, что проблемы детей, имеющие инвалидность, можно решить в нашем учреждении. Можно получить социально-медицинские услуги, социально-педагогические услуги. Одним словом, мы хотим, чтобы как можно больше жителей города узнали о нашем учреждении. Здесь расскажут и подскажут, что надо сделать, чтобы родители, которые воспитывают ребенка-инвалида, не замыкались в четырех стенах один на один со своими проблемами. Чтобы ребенок с неутешительным диагнозом, который поставлен чуть ли не с самого рождения, не испытывал недостатка в общении со сверстниками, а мог общаться, несмотря на недуг. Знаю о проблемах деток-инвалидов очень много. Самое главное в этой работе – это медико-социальная адаптация, социальная интеграция всех видов реабилитации. Вот это заведение как раз занимается реабилитацией деток и помогает им после лечения становиться на ноги. Развитие мелкой моторики рук проходит в игровой форме. Дети посещают индивидуальные занятия с логопедами и психологами. Мы плачем вместе с родителями, говорят педагоги, когда благодаря пройденному курсу ребенок начинает говорить. Демонстрируется на программно-аппаратном комплексе «Муслав» сессия «Цветы». Здесь ребенок делает упражнения артикуляционной гимнастики. И по мере того, как он работает мышцами, тренинг называется «Работа парных мышц». В день открытых дверей сотрудники центра провели обширную экскурсию и познакомили с разными видами услуг, которые оказывают педагоги и врачи стационарного отделения. Особое место отведено лечебной физкультуре. Благодаря ортопедическому костюму Адели у малышей активизируется и корректируется двигательный центр головного мозга. Это только часть курса, который проходят дети. После экскурсии состоялся круглый стол, где педагоги ответили на все интересующие вопросы. Какие необходимо собрать документы, условия приема в центр, работа дневного стационара. Это очень важно и такие мероприятия должны проводиться, потому что сюда приглашаются не только такие специалисты, как мы, и студентов при лечении, но также и родители, родители тех детей, которые в этом нуждаются. Поэтому такие мероприятия, я считаю, что они просто необходимы. В планах открытие кабинета грязелечения и установка душа Шарко. Родители, которые воспитывают ребенка с ограниченными возможностями здоровья, могут обращаться в центр не только в день открытых дверей, но и получать необходимую консультацию в любое время. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир.